Самая ожидаемая консоль года, PlayStation 4. Посмотрим, что же спрятано у неё внутри. Всем привет, это Ferra.ru. Сегодня к нам в руки попала консоль нового поколения PlayStation 4, и мы разобрали её до основания. Корпус приставки полностью выполнен из пластика. Нам потребуется два типа отверток, обычные крестовые и с разъёмом типа Torx. Перед тем, как разбирать приставку, нужно отклеить защитные плёнки на заднем торце корпуса. Внимание, снятие плёнок отменяет гарантию, так что не повторяйте этого дома. Откручиваем четыре винта отверткой Torx на задней панели и снимаем нижнюю крышку. Здесь мы видим блок питания, привод под защитной алюминиевой пластиной, а также систему охлаждения. Откручиваем винты блока питания и вынимаем его. И отстёгиваем кабель питания, который идёт к материнской плате. Блок питания работает в диапазоне от 100 до 240 вольт, поэтому проблем с отечественными сетями не возникнет. Крестовой отверткой отвинчиваем винты на задней крышке привода и снимаем её. Теперь аккуратно отсоединяем шлейф и кабель питания от оптического привода. Откручиваем винты корпуса привода и перед тем, как вынуть Blu-ray из консоли, отсоединяем Bluetooth-модуль и Wi-Fi-антенну. Переворачиваем консоль и снимаем одну из частей с вставной верхней крышки. Крестовой отверткой откручиваем жёсткий диск. По умолчанию в приставку установлен винчестер Hitachi на 500 ГБ со скоростью вращения шпинделя 5400 оборотов в минуту. К слову, вытащить диск можно и без разбора всей консоли. Для этого на корпусе предусмотрена специальная панель. Это весьма удобно, так как вы сможете заменить диск, например, на SSD-накопитель или более ёмкий винчестер. Раскручиваем винты второй части верхней крышки и снимаем её тоже. Чтобы вытащить материнскую плату, нужно сначала снять защитную пластину и бэкплейт кулера. За охлаждение чипа отвечает небольшой радиатор с использованием двух теплотрубок. Винтов здесь много, придётся немножко потрудиться. Как видите, вентилятор труднодоступен, поэтому, когда он со временем забьётся пылью и начнёт шуметь, почистить его будет не так-то легко. Отключаем кабель от кулера и вынимаем материнскую плату. Как вы видите, все микросхемы консоли распаяны на одной плате, но с двух сторон. На обратной стороне есть 8 микросхем памяти GDDR5, функционирующей с эффективной частотой 5500 МГц. Основная часть чипов и контроллеров распаяна на другой стороне материнской платы. Здесь есть ещё 8 микросхем памяти GDDR5, а также шестифазная цепь питания. Основа PlayStation 4 – это центральный процессор Jaguar. Это гибридный чип, состоящий из двух четырёх ядерных блоков, работающих на частоте 1600 МГц. Основную часть чипа занимает графический блок, состоящий из 1152 вычислительных блоков. Пиковый уровень производительности этой системы – 1,84 ТФ. PS4 оснащена дополнительным ARM-процессором для работы с фоновыми службами. Этот контроллер отвечает за обработку видеопотока, загрузки игр в спящем режиме и других задач. Процессору помогает чип оперативной памяти DDR3 объёмом всего 256 МБ. Вот мы и разобрали PlayStation 4. Как итог, мы можем констатировать высокую ремонтопригодность консоли. А теперь давайте посмотрим в ускоренном режиме, как мы собрали консоль обратно. Субтитры создавал DimaTorzok С вами был Афера.ру, подписывайтесь, ставьте лайк. До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok